Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Никита Шалюков вернулся на реалити-шоу Дом 2 вместе с Захаром Соленко. Цель Никиты и Ирины Пинчук. Скорее всего, парни отправят на Сейшельский острован. Алексей Купин требует не называть его Альфонсом. Майя Донцова неправильно донесла своей маме информацию и конфликт с Ириной Михайловной усугубился еще больше. В сети появились слухи о том, что у Ольги Орловой роман с Николаем Басковым. Ольга Жарикова утверждает, что должна Саше Гобозову только 20 тысяч рублей. Все расходы они делили пополам, а иногда Гобозов жил за ее деньги. Так что Ольга Васильевна зря обвиняет Олю в меркантильности. Ольга Рапунцель в край обнаглела, теперь она упрекает телепроект в жадности. Дело в том, что маленькой Василисе необходимо сделать курс массажа, однако платить за это собственные деньги Оля с Димой не готовы. На лобном месте Рапунцель высказала свое недоумение, почему опять телепроект отказывается им помогать. Все опять против них. А ведь обещали, но прошло уже 5 месяцев, а массажисты им так и не привели. После этого непонятно, почему Оля удивляется, когда участники называют ее никудышной мамой и обвиняют в том, что она плохо следит за своим ребенком. Друзья, пожалуйста оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Ни для кого не секрет, что Александра Черно жутко ревнует Иосифа Оганесяна. Молодой человек не дает никаких поводов для того, чтобы возлюбленная унижала его по этому вопросу при коллективе. Однако Саше везде мерещатся любовницей Иосифа. Судя по анонсу, Александра очередной раз устроила скандал из-за поездки Оганесяна на кастинг. Девушка оказалась недовольна тем, что ее возлюбленный человек, находясь в отношениях, позволяет себе ездить на кастинге и встречаться с другими женщинами. В конечном счете ссора Иосифа и Саши снова закончилась криками и разбитой посудой, которую девушка запустила вслед своему парню. Зрители телешоу Дом-2 в шоке от того, какой ревнивой может быть Черно. Поэтому сложно представить, что кто-нибудь из участниц станет претендовать на Иосифа, ведь от нее останется только мокрое место. Интересная новость с сайта шлок. Не удалось Никите Турчину стать на реалити-шоу Дом-2 вторым Венциславом Венгоржановским. Не помогли магические способности парню задержаться на проекте и построить свою любовь, хотя мало кто верил в то, что он на Дом-2 пришел за этим. В сети появились слухи, что отправили маленького мага за ворота. На шоу Бородина против Бузовой Никиту выдвинули в качестве кандидатуры на голосование. Ведущие долго спорили, пытались выяснить, какую цель преследует Турчин на реалити-шоу, к чему стремиться и как получилось так, что кроме фиктивных отношений с Оксаной Рязкой, он больше ни с кем и ничего не построил. А ведь их отношения были не просто фиктивными, а созданными исключительно ради хайпа. В какой-то момент им обоим показалось, что такой формат отношений как мама-сын новый для Дом-2 будет очень интересен зрителю. Неужели ведущие выполнили обещание и выгнали Никиту Турчина? После ухода с телепроекта, Елена Хромина вплотную занялась собой. Девушка некоторое время лечила нервы от пагубного воздействия реалити-шоу, однако быстро восстановилась и начала нормальную жизнь. Вчера стало известно о том, что она перекрасила цвет волос. Лена решила стать брюнеткой, выразив тем самым свое нынешнее настроение и душевное состояние. На несколько дней Хромина ушла в себя, после чего отправилась к стилисту, который с огромным трудом сделал из нее брюнетку. Стоит отметить, что не так давно Лена заявила об открытии собственной творческой мастерской. Девушка намерена взять к себе в команду несколько талантливых людей и творить шедевры. Елена призналась, что надеется на свою проектную популярность, которая позволит ей продавать картины с хорошей ценой. Саша Гобозов рассказал, что больше не имеет ничего общего с Олей Жариковой, поэтому просит не строить догадки о возможном примирении, ведь его точно не будет. Молодой человек не унывает и уверен, что совсем скоро найдет ту единственную, которая будет ему предана, в отличие от Жариковой. Сегодня в сети появились слухи о романе Гобозова с бывшей участницей Анастасией Толстихиной. Ребята тут же приписали роман, ведь Настя дала неоднозначный комментарий под снимком. Намечается что-то интересное. Вполне вероятно, речь идет о собственном бизнесе в сфере похудения. Однако не исключено, что ребята проявляют друг другу симпатию. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!